Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик. Сегодня мы с вами будем готовить котлеты из самой обычной кильки в томате. Честно сказать, когда мы только снимали этот рецепт, мы не ожидали, что блюдо получится настолько вкусным. Даже мой муж съел сразу три котлеты. Нам понадобится хорошая, качественная килечка в томате, немножко соли и черного молотого перца, манная крупа и обычное яйцо, ну и еще репчатый лук. Если вы не любите котлеты с луком, то лук можно не добавлять, но мне кажется, что он делает их более сочными. Берем репчатый лук, очищаем его от шелухи и нарезаем на мелкие кусочки. Чем мельче, тем лучше. Если у вас лук не очень крупный, возьмите две штуки. Если луковица такая крупная, хорошая, большая, то хватит и одной. Теперь открываем нашу кильку в томате. Важно кильку купить по-настоящему хорошую и качественную. Пожалуйста, читайте состав на банке. Перекладываем кильку в глубокое блюдо и разминаем ее вилочкой. Если честно, когда я готовила блюдо и когда я только впервые о нем узнала, то не думала, что оно получится таким вкусным. Ну, думала обычные рыбные котлеты и вообще какой-то сомнительный рецепт, но даже была не уверена, что я его буду выкладывать. Но когда только попробовала, все сразу поменялось. Это очень вкусно. Когда мы размяли кильку, добавляем наш репчатый лук, который мы нарезали до этого, и разбиваем в миску яйцо. Затем по вкусу добавляем немножко соли и черного перца. В самом конце насыпаем манную крупу и все хорошенько перемешиваем до однородного состояния. Манной крупы может понадобиться чуть больше, все зависит от того, насколько влажная и сочная у вас килька. Лучше сначала взять то количество, которое написано в рецепте. Если вы увидите, что консистенция слишком жидкая, добавите еще немножечко манки. Даем нашему фаршу постоять примерно 10-20 минут. Хорошо разогреваем сковородку, смазываем ее небольшим количеством растительного масла и выкладываем столовой ложкой наш рыбный фарш на сковородку. Жарим, как обычно, с двух сторон на среднем огне. Я котлеты не формирую руками, все-таки мне больше нравится такая нежная консистенция. Их можно выложить столовой ложкой и потом, когда они схватятся, легко перевернуть с лопаточкой на другую сторону. Готовые котлеты можно выложить на бумажное полотенце или на бумажную салфетку, чтобы стекло лишнее масло. И посмотрите, какие красивые и аппетитные котлетки у нас получились. Сейчас сразу покажу вам, как они выглядят в разрезе. Вот такой простой, вкусный и главный недорогой рецепт. И по вкусу эти котлеты очень сильно напоминают известные популярные рыбные палочки. Если вам тоже понравился рецепт, напишите, пожалуйста, в комментариях. И не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Пока! 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 Пока!